К сожалению, первая часть видео не сохранилась, поэтому показываю уже вторую часть, когда связана основа и немного стенки нашей будущей корзины. Вот я провязала 7 рядочков. И, как вы видите, еще недостаточно высокая моя корзинка. Если вам такая подходит, можете остановиться. Ну, я буду продолжать свое вязание. Буду вязать дальше. Могу сказать, что тут снова много раз то истончается пряжа, то опять увеличивается. Как бы невооруженным взглядом это не видно, но когда вы вяжете, то это очень заметно. И вот даже вот сейчас, смотрите, какие у меня были вот эти столбики и какие вот эти. Это не зависит от того, затягиваю я или не затягиваю. Просто сама пряжа, она вообще очень-очень толстая. То вот так вот истончается. И так я провязала вот уже 11 вот таких рядов из моих столбиков без накида. Вы можете посмотреть на мою корзинку. И, возможно, создастся такое впечатление, что я увеличивала где-то здесь количество столбиков, потом уменьшала, так как она вот немножечко сужается. Но на самом деле это не так. Я ничего не делала. Просто моя пряжа, она себе сужается, когда хочет. И увеличивается тоже, когда хочет. Вот. Такая вот особенность. Не перестаю удивляться. Итак, вот на моем 11-м ряду я посмотрела, что уже можно делать вот эту ручку. Начинаю вязать ручку. Я отсчитала примерно 7, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, да, вот примерно 7 столбиков оставляю я справа провязала. Дальше я возьму слева, оставлю 7. И тут примерно тоже 7. И так как бы посерединке у меня получится моя ручка. Так, я начинаю вязать. Вот. Это был последний столбик. И дальше я сделаю несколько столбиков просто воздушных петель. Точнее, не столбиков. Я сделаю несколько воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделаю 9 воздушных петель. И дальше я отсчитываю, так как я и говорила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжу 8. Дальше вяжу обычные столбики. Без накида до конца ряда. Обычные столбики без накида я провязываю до того момента, пока не захочу сделать свою вторую вот эту ручку. Ну, вы сейчас увидите, примерно так же мы отсчитаем. С одной стороны, со второй, и чтобы было это все гармонично и аккуратно смотрелось. Для такого изделия можно найти огромное применение. То есть, вы можете сюда сложить, как и какие-то вещи, которые вы будете использовать для своего рукоделия, так и вы можете складывать сюда, не знаю, там полотенца, или какие-то папочки, журналы. В общем, по-разному можно использовать такие корзинки в интерьере. Вот, я довязала. И вот я думаю, что уже пора. Вы видите, вот как бы если я сложу, то уже точно пора мне делать мою новую ручку. И так я снова провязываю 9 воздушных петель. Если вы так на глаз еще не видите, то лучше всего вам отсчитать, как бы прям точно справа и слева, чтобы у вас было все одинаково. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девятый. Девятая воздушная петля, и здесь семь. У меня тоже будет один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и в восьмой. Довязываю столбик без накида. И вот дальше я таки довязываю весь мой ряд. Дальше как бы с ручкой я видела разные варианты, как делают. Сейчас я продемонстрирую вам свой. Можно, кстати, поставить уже в корзинку, так будет удобнее мотать. Вот я дохожу уже до моей ручки. И сейчас я хочу провязать этот ряд не всовывая в петли крючок, а вот так вот поддевая под крючок. Мне кажется, так она смотрится красивее. И ручка получается оформлена. Здесь особенных требований нету по количеству столбиков. Поэтому вы просто как бы смотрите по своей работе, сколько у вас получается. Сколько будет хорошо смотреться в вашей корзинке. У меня в данном случае получилось еще, наверное, один сделаю. И сейчас посчитаю и скажу вам сколько. Да, вот теперь достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 четырнадцать, пятнадцать. и дальше я провязываю до конца ряда обычными дальше столбиками без накида конечно же вы можете даже на этом этапе взять нитку например какого-нибудь контрастного цвета и сделать вашу корзинку другим цветом или какую-то с ленточкой добавить ленточку например тоже будет оригинально смотреться ну ладно я делаю такой простой вариант не так больше как подходит для начального как бы первого моего опыта вязания с трикотажной пряжи также у меня на канале вы можете найти видео с видео подборочку разных корзинок там их очень очень много они действительно прикольно интересно вот есть вы сейчас я думаю видите ссылку на это видео вы можете посмотреть как как другие делают возможно у вас какая-то идея своя появится как это лучше сделать как это можно сделать вот и в принципе у любой рукодельницы обычно под руками есть всякие ленточки бусинки ниточки там всякое такое и мы можем себе рукодельничать и что-то свое придумывать и так делаю сейчас вот вторую мою вот эту ручку и так как я с с одной стороны сделала 15 то здесь я уже знаю что нужно тоже сделать 15 вот вот я сделала тоже 15 этих столбиков и дальше вот я провязала 15 столбиков сейчас я закреплю провожу просто столбик без накида и вот тут я протяну свою пряжу закреплю и на этом будет все и так показываю как я это сделаю вот тут как раз у меня еще и пряжа в очередной раз закончилась вот вот символизирует мне что хватит мол татьяна я здесь оставлю немного я вот тут вот протяну пряжу протяну ее вниз вот так и здесь тоже протяну кубик вот вот так все так все снимаюсь тем поместим все по И из внутренней стороны я его тут где-то и спрячу. Можно как бы в одну сторону протянуть, потом в другую. Ну и так аккуратненько где-то его подальше и запрятать. Такой еще узелок сделаем на всякий случай, чтобы точно не развязалось. Вот здесь протяну. Вот. И наверное обрежу тут эту пряжу. Вот так вот я его закрепила. Это у меня остался вот такой кусочек от моей бобины с ленточной пряжей. Вот собственно говоря и готова моя корзиночка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok